приветствую 900 тысяч повесток будет отправлена по почте до конца двадцать четвертого года вы вдумайтесь в эту цифру 900 тысяч повесток до конца года и это все на фоне заявлений президента зеленского о том что он знает как до конца осени закончить горячую фазу войны и вот у него план есть да и он знает как это закончить и тут бац такая новость 900 тысяч повесток мне кажется с планом что-то пошло не так что-то здесь не вяжется потому что если мы планируем закончить войну то 900 тысяч повесток мы не будем рассылать и в связи с этим мы должны поговорить о чем о последствиях вот этой рассылки о том какая ответственность может быть для людей и самое важное что ждать тем людям которые имеют действующую влк а я напомню действующей влк является сейчас то влк которую вы проходили в течение во время военного положения она действует в течение года а если вы проходили влк до военного положения то принципиально можно прийти к выводу что влк которая которую вы проходили в двадцатом году и даже в конце девятнадцатого года она еще действует и вот здесь вопрос а могут ли вам прислать повестку на отправку это принципиальный вопрос и вот с этими вопросами мы сейчас и будем с вами разбираться и так повестки по почте мы с вами уже давно знаем что постанова 560 она предусмотрела возможность рассылки повестки по почте дальше это постанова дорабатывалась вносились изменения в правила почтовой связи и мы знаем что теперь повестки могут формироваться автоматически то есть даже не ваш тцк их формирует и как нам говорила одна из представительниц минобороны если я правильно помню она говорила что те люди которые в первую очередь получать повестки это люди которые будут выбраны по правилам контекстной рекламы но мне вообще тогда очень понравилось вот это сравнение что мы как по правилам контекстной рекламы вот да то есть ну какая терминология вообще у людей которые в министерстве находятся но это уже такой вопрос не юридический так вот они обещали что выбирать будут тех людей которые имеют дефицитные специальности которые вот прям здесь и сейчас нужны в зсу и именно они в первую очередь получат повестки по почте при этом нужно понимать что повестки по почте получат люди независимо от того обновили данные или нет вы прекрасно знаете что есть люди которые не обновили данные но есть в системе обрих и проверяется это просто даже резерв не нужно устанавливать можно зайти на сайт где я именно на сайт не в приложение на сайт где я я даже вот видео снимал и здесь кстати ссылочку отправлю оставлю в описании чтобы вы могли зайти посмотреть туда вы зайдете по этой ссылке вы можете сделать запрос в систему обрих и посмотреть а если о вас информация если она есть то вы независимо от того обновляли данные или не обновляли вы получите повестку по почте и получите вы ее на тот адрес который вот там указан в системе обрих для вас а это адрес какой будет адрес по которому вы зарегистрированы либо вы стали как в по может быть и такое но скорее всего это будет адрес вашей регистрации и вот вам туда приходит повестка а вы сейчас представьте себе вы уехали из дому вы не живете дома вы вы там харьковчанин который в связи с происходящим в харькове уехал куда-нибудь на запад украины и живет там и вот вам приходит повестка на этот адрес в харькове вы знать об этом не знаете но с точки зрения постановления 560 вы не явились по повестке и что будет делать тцк тцк будет делать отметки в абориге про наявность порушение правил вискового облику это первый момент а дальше будут подавать этих людей в розыск который собственно говоря и будет заниматься полиция ну розыск это условное такое да по сути те термин но вот мы уже привыкли до розыск тцк розыск полиция это использовать что дальше будет происходить дальше если вы не явились по этой повестке вас при первой же проверке документов полиция выясняют что вы в розыске и будет задержание причем проблема этого задержания будет по сути его законность да то есть они будут это делать на законных основаниях и вызови вы на место задержания хоть 5 адвокатов вас это не спасет потому что полиция будет задерживать на законных основаниях это мы говорим о законном задержание не о задержании тцк а я напомню что тцк как и прежде полномочий задерживать людей не имеют да я видел видео вот те те видео которые вы видели я тоже прекрасно видел тоже прекрасно знаю что есть в сети но при этом я говорю с точки зрения закона с точки зрения закона тцк задерживать человека не может соответственно если вас задержали вас доставили в тцк и будет штраф от 17 до 25 тысяч что в этой ситуации нужно знать в этой ситуации вы должны требовать составление протокола вынесения постановления и обязательно брать копии этих документов вы можете не давать пояснений и лучше всего не давать пояснений но если вы без адвоката но если вы с адвокатом тогда слушаете того адвоката который у вас есть они меня вот но если вы без адвоката пояснений мы не даем вы обязательно берете постановление вы обязательно берете протокол и зачем мы это делаем за тем чтобы посмотреть а все ли правильно сделал тцк правильно ли они привлекли вас к административной ответственности и нет ли там оснований для того чтобы оспорить этот штраф вот этот момент нужно вам запомнить обязательно требуем составления протокола постановления и берем копии теперь переходим к вопросу получат ли повестку на отправку люди у которых есть действующая волка здесь чтобы понять ответ на этот вопрос нам нужно посмотреть постановление 560 и там есть пункт 88 вы сейчас видите на экране в котором сказано на основе результатов проведения медичного огляду та професійно психологического выбора резервистам та військовозобовязаним які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період у териториальному центр комплектування та социальной підтримки підтримки під особистий підпис вручаються повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби то есть что это значит что повестка на отправку может вручаться только ТЦК ЕСП все других вариантов нет она не может вручаться на улице она не может вручаться на работе и естественно она не может вручаться по почте то есть повестки которые придут на почту это повестки так называемые повестки для уточнения данных хотя вы прекрасно должны понимать что это будет не просто уточнение данных это будет вызов ТЦК вследствие которого будет проверено имеете ли вы право на отсрочку если вы право на отсрочку не имеете то вы будете направлены на ВЛК и по результатам ВЛК конечно же вы получите повестку на отправку надо четко понимать да вот почему вас вызывают чтобы не было там каких-то иллюзий и в этом смысле ну нужно к этому подготовиться да что если право на отсрочку нет то вы будете призваны на воинскую службу и соответственно ну вот на этом мы настраиваемся к этому мы готовимся но при этом еще раз акцентирую ваше внимание что повестка на отправку не может быть отправлена человеку почтой только лично только в ТЦК ИСП на этом у меня все если вы считаете что данная информация была вам полезна поставьте лайк этому видео подпишитесь на мой YouTube канал также приглашаю вас в свой телеграм-канал его название вы видите вот здесь а ссылочка на него есть в описании к данному видео как всегда пожелаю вам удачи благополучия и конечно же мира пока пока